добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о том как зацвел терновый венец на распятие терновый венец это венец из ветвей растения с шипами терниями который согласно евангелием был возложен на голову иисуса христа римскими воинами первоначально терновый венец находился в иерусалиме но в одна тысяча шестидесятые годы был перевезен в константинополь где хранились следующие реликвии терновый венец христа туника христа посох христа плети иго обичевания святой гвоздь копье лонгана частицы сандалий христа во время четвертого крестового похода константинополь был разграблен реликвии находившиеся в нем вывезли крестоносцы в числе их был и терновый венец в 1 1239 году людовик святой приобрел венец у латинского императора балдуина второго затем терновый венец был доставлен в париж куда позже были привезены частицы креста господня копье лонгана и другие предметы свидетелей ветхого и нового заветов в одна тысяча восемьсот шестом году венец был помещен в резницу собора парижской богоматери вы нас реликвия для почитания осуществляется в первую пятницу каждого месяца каждую пятницу в период великого поста и в страстную пятницу при пожаре в соборе 15 апреля 2019 года терновый венец был вынесен из собора и перенесен в мэрию парижа ну а теперь перенесемся в италию в италии в церкви порта острова понца в столичном регионе лацио расцвел сухой терновый венец на распятие об этом на своей странице фейсбук сообщил приходской священной к церкви святых сильвери и до метиллы где и произошло это чудо на сухих ветвях выросли листочки и свежие цветы которые составляли терновый венец опирающийся на ноги распятия первый раз это произошло на рождество этот факт застал прихожан и верующих церкви врасплох это явление повторилось в последние несколько дней из сухих ветвей короны сотканы мореплавателями острова и спрятанный у подножия распятия начали появляться небольшие листья на этот раз расцветают красные бутоны прямо у ног иисуса христа где есть гвоздь который связывает и го с крестом приходской священный к церкви порта понца поделился фотографиями счастливого события в фейсбук и прокомментировал сегодня я думаю что от страданий господь рождает здоровье мир жизнь радость уже четыре месяца он дарит нам листья и красные цветы это признак надежды для нас и всего человечества ну а теперь из италии перенесемся в россию в 1 1842 году стараниями прихожан в селе вязовка саратовской области был построен каменный храм с каменной колокольней при храме был дом для священника престол храма был освящен в честь рождества христова перед началом великого поста 9 марта 2021 года на голове у распятого спасителя зацвел терновый венец вот сообщение об этом чудо расцвел сухой терновый венец в одном из храмов в селе вязовка на старинном распятии которая находится в простом деревенском храме в честь рождества христова на главе спасителя расцвел терновый венец который был сделан в прошлом году в великий пост из оставшихся от украшения храма стеблей роз случилось это чудо 9 марта 2021 года незадолго до начала великого поста как рассказывают сторожилы храма что это не первое чудо связанное с этим распятием когда это распятие только впервые установили в храме батюшка показал прихожанам как нужно прикладываться к распятию одна из прихожанок сняла на фото этот момент когда отпечатали фото увидели на снимке на совершенно чистом и некрашенном полу брызгой крови за распятием и перед ним это четко можно увидеть на фото на этом на сегодня все следующий раз я расскажу вам о монахах которые по воздуху ушли в облако оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте истории явления бога и богородицы о которых вы знаете если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога думаете что люди произошли от обезьян то ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока